Сохранить облик и душу города. В Краснодаре большую работу продолжает совет из историков и архитекторов во главе с мэром Евгением Первышевым. Они определяют границы зоны исторического поселения, где зададут жесткий регламент для будущей застройки. Инвесторы должны будут соблюдать определенную этажность и стиль. Какие кварталы обсудили на совете, расскажет Дарья Безинская. Каждый квартал рассматривают скрупулезно, словно идут по городу пешком. На очередном заседании глава города Евгений Первышев и архитекторы обсудили 11 кубиков. В каждом есть ценные здания, которые были построены в конце 19-го, а также в начале и в середине 20-х веков. Пример уважительного отношения к истории – дома по Суворова 32 и 34. Хозяева содержат их в хорошем состоянии. Образцовыми считают эксперты и кварталы, ограниченные улицами Мира, Коммунаров, Седина и Орджоникидзе. Есть сложившаяся застройка напротив, на противоположных углах. Это четырехэтажное здание, которое, так сказать, окаймляет церковь и Екатеринский собор. Это здание пожарное, пожарные части напротив, техникум напротив. То есть три угла закреплены, в общем-то, достаточно масштабными, со масштабными представителями зданий высотой четыре этажа. Это не первый архитектурный совет, посвященный границам исторического поселения. В этой большой работе главное максимально сохранить ценные объекты, планировку старинных двориков и их фоновую застройку. Исторические здания, которые могут задать тон для всего квартала, веский повод включить его в охраняемую зону. Для каждого квартала пропишут регламент высотности и стиля, например, для района при вокзальной площади. Здесь прекрасно сохранился целый архитектурный ансамбль. Заметную роль в нём играет не только ЖД-станция, но и автовокзал. Этой двухэтажке больше сотни лет её поддерживают в хорошем состоянии. Убранство фасадов, материалы, композиция, объёмно-пространственные решения нужно учесть при дальнейшей застройке этого квартала, считают эксперты. В городе есть и такие исторические здания, которые уже изменены владельцами до неузнаваемости. Они уже не смогут стать основой для регламента. Такая ситуация сложилась в квартале между улицами Седина, Гудимы, Мира и переулком Насыпным. Квартал, в котором практически не сохранилась историческая среда, и при этом довольно жёсткие режимы по застройке по этому кварталу накладывают. У меня, честно говоря, если смотреть даже на саму карту, именно границ корректировки территории и сторпоселения, честно говоря, этот квартал вызывает сомнения в плане того целесообразности и его вообще включения в границы и сторпоселения. Евгений Первушёв отметил, что разработку градостроительного регламента исторического центра ведёт команда лучших специалистов. Итогом должен стать документ, в котором будет найден баланс между сохранением истории и возможностью развития центральной части города. Дарья Безинская, Николай Цедрик, Артём Статюха, Наталья Пилипко. Телекомпания «Краснодар».